Очередной выпуск программы «Полицейская служба» в телестудии Департамента полиции Алматинской области журналист Антон Хатиновский. Смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. Сколько веревочке не виться, а конец будет. Полицейские обезвредили группу домушников на протяжении двух месяцев, орудовавших на территории края ЖТСУ. За дорожную безопасность. 238 должностных лиц привлечено к ответственности в текущем году за ненадлежащее содержание автомобильных дорог. Твори добро! Сотрудники СОБР провели очередную благотворительную акцию. А теперь об этом и другом более подробнее. Полицейскими ликвидирована преступная группа квартирных воров, гастролировавших по территории Алматинской области. Осенью текущего года стали поступать заявления о совершенных кражах в городе Талдыкурган, а также в Сарканском и Коксунском районах из частных домовладений. Проведя ряд оперативных мероприятий, стражи порядка вышли, на подозреваемых. В итоге полицейскими изобличена группа из пяти человек, оказавшимися жителями города Талдыкурган в возрасте от 22 до 29 лет, которые дали признательные показания. В ходе расследования у них изъяли бытовую технику, дорогие носимые вещи и прочее имущество, добытое преступным путем. Некоторая часть похищенного была изъята в ходе следственных действий у покупателей. Трое из задержанных уже имели криминальный опыт и ранее были судимы за кражи чужого имущества и мошенничество. В отношении четырех лиц избрана мера пресечения в виде задержания под стражей и во дворенной ВВС. Одному лицу избрана мера пресечения в виде обязательства оятки. Вместе с тем полицейские отмечают, общее количество квартирных краж в регионе снизилось на 44,7%. Из общего количества 907 преступлений раскрыто в дежурные сутки, то есть по горячим следам. Реализуя принцип неотвратимости наказания, стражи порядка раскрыли 400 ранее совершенных краж из квартир и домов, привлечены к уголовной ответственности 723 домушника, из которых 282 за тяжкие преступления. В результате целенаправленной работы с начала года задержано 35 преступных групп, которым доказана причастность к совершению 92 преступлений данного вида. Полицейские обращают внимание граждан на эффективность средств видеофиксации в профилактике и значительную помощь в раскрытии краж чужого имущества. Видя, что объект охраняется камерами видеонаблюдения, злоумышленники, как правило, обходят их стороной. За 10 месяцев этого года с помощью видеонаблюдения раскрыто 206 преступлений, из которых 90 кражей. Видеонаблюдение помогает навести порядок по многим позициям. Особенно эффективно всевидящее око в борьбе с нарушителями правил дорожного движения. В связи с этим на дорогах появляются новые автоматизированные комплексы. На дорогах республиканского значения Алматинской области дополнительно установили 20 систем автоураган, предназначенных для фиксации нарушений правил дорожного движения. Программно-аппаратный комплекс «Автоураган» — это стационарный комплекс автоматического распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств и фиксации нарушений ПДД, который предназначен для решения задач П. Идентификации, регистрации и контроля перемещения транспортных средств в потоке любой интенсивности. Система автоматического видеоконтроля комплекса используется для фиксации нарушений ПДД и розыскных мероприятий. В целом на сегодняшний день по Алматинской области функционирует 30 комплексов «Автоураган» для фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Анализ показал, что только на одном посту за сутки фиксируется более 360 нарушений ПДД. С начала года только по областному центру Талдыкурган выписано 14730 предписаний на сумму более 100 миллионов тенге, а по автодорогам области 102702 предписаний на общую сумму более 891 миллионов тенге. Все нарушения систематизируются в одной базе данных, а штрафы выписываются автоматически, без участия сотрудников полиции. В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий в Алматинской области полицейские проводят инспекцию дорог на предмет выполнения соответствующими организациями требований содержания автодорог. Так, в целях проверки качества проводимых снегоуборочных работ дорожными организациями Алматинской области инспекторами отдела ДТИ Департамента полиции проведено обследование автодороги Саразек-Коктал и обход поселка Саразек. В ходе обследования установлено, что после выпадения последних осадков работа по очистке и подсыпке проезжих частей инертными материалами выполнена не на должном уровне, ведь известно, что образовавшиеся снежные накаты гололедица вполне могут явиться причинами ЛТП. В отношении дорожной организации ДЭЛО 18 ТО «Казавтодор» за ненадлежащее содержание автодорог в соответствии со статьей 631 части 1 КОАП РК составлен административный протокол с наложением штрафа в размере 30 МРП и выдано соответствующее предписание на устранение выявленных недостатков. С начала года сотрудники административной полиции на территории области провели 1875 обследования автодорог общего пользования. В дорожной организации направлено 1891 предписание, обязующее устранить выявленный недостаток. За невыполнение требований по содержанию автомобильных дорог правоохранителями оформлены административные протоколы на 238 должностных лиц с суммой административного штрафа свыше 6 миллионов тенге. В Алматинской области стартовало профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе», целью которого является профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в их отношении. В первый день оперативно-профилактического мероприятия задействовано более 300 сотрудников, состоящих из числа инспекторов ювенальной полиции и других служб. Вместе с ними были представители образования и здравоохранения, сотрудники прокуратуры, а также родительские комитеты. За первый день УПМ проверками было охвачено 147 развлекательных заведений и 92 подвальных помещений. За один день поставлено на профилактические списочные учеты 18 несовершеннолетних и 11 неблагополучных семей. В ЦАН помещено 3 несовершеннолетних за безнадзорность и беспризорность. По месту жительства проверено 88 несовершеннолетних, состоящих на учетах в ОВД и 132 неблагополучных семей. Данное мероприятие позволяет выявлять подростков, склонных к совершению правонарушений, а также родителей, либо законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих надлежащим образом обязанности по воспитанию детей. Департамент полиции Алматинской области уделяет особое внимание профилактической составляющей своей деятельности, в связи с чем на постоянной основе изготавливает ролики на наиболее актуальные темы. В полиции подчеркнули, что одними из актуальных вопросов на сегодняшний день является насилие на почве семейно-бытовых отношений. В рамках акции «16 дней без насилия» полицейскими принимаются меры, направленные на предупреждение и пресечение насилия в отношении женщин, охрану материнства и детства, укрепление роли семьи в обществе. Вместе с тем в полиции сообщили телефоны горячей линии по вопросам борьбы с насилием в сфере бытовых отношений 13.01 и 8.72.82.28.2005, куда может обратиться гражданин, оказавшийся под давлением насилия. Сотрудники патрульной полиции Карасайского района спасли жизнь 15-летнему жителю района, предотвратив попытку суицида. Подросток, как выяснилось позже, был в нетрезвом состоянии. Сотрудникам роты патрульной полиции Карасайского района поступило сообщение о том, что на одной из улиц Каскелена парень хочет спрыгнуть с моста. Экипаж Борт-191 в составе майора полиции Бакыта Жаркенбекова и лейтенанта полиции Ерната Максата сумели убедить подростка отказаться от своей смертельной затеи. Сейчас с подростком будут проводиться профилактические беседы с участием сотрудников ювенальной полиции и психологов. А в отношении родителей составлено два протокола за ненадлежащее исполнение родительских прав и за то, что несовершеннолетний находился на улице в ночное время. Без присмотра законопредставителей. В Алматинской области полицейские, пресекающие незаконный оборот наркотиков, в ходе профилактической работы выявили 10 наркоманов. По данным фактам возбуждены уголовные дела в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. С начала года выявили 641 преступление, связанное с наркотиками, в том числе 73 факта сбыта наркотиков, относящихся к категории тяжких преступлений, из которых 23 в особо крупных объемах. По информации начальника управления, с начала года полицейские изъяли и уничтожили более 4,5 тонн различных наркотических средств, в их числе 307 граммов героина, 530 килограмм марихуаны, 45 килограммов гашиша и более 400 килограммов различных видов синтетических наркотиков. Работа, направленная на пресечение незаконного оборота наркотиков на территории области, продолжается. Сотрудники специального отряда быстрого реагирования Департамента полиции Алматинской области в канун празднования Дня независимости провели небольшую благотворительную акцию. Они из собственных средств обеспечили несколько семей продуктами питания и средствами гигиены. Решение оказать помощь нуждающимся было принято всем личным составом СОБРа. Закупив необходимые продукты питания, канцелярские товары и средства гигиены, они отправились по адресам. Среди них мать-одиночка, которая растит и воспитывает четверых детей, младший из которых страдает ДЦП. Такую благотворительность бойцы самого ударного подразделения полиции проводят систематически, не дожидаясь праздничных дат. Шевствуют СОБРовцы и над Центром адаптации несовершеннолетних. Проводят там всяческие развлекательные мероприятия и дарят детям свое тепло и отцовскую любовь, подкрепляя приятные воспоминания подарками. На этом наш выпуск подошел к своему завершению. Будьте бдительны и помните, что только сообща мы сможем навести общественный порядок. Но если с вами что-то произошло, либо вы стали очевидцем правонарушения, либо преступления, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102, либо по номерам телефонов соседского присмотра вашего региона. Но если у вас есть вопросы по работе полиции, присылайте их на наши электронные адреса, которые сейчас вы видите на своих телевизионных экранах. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok